Кабельный завод, кинотеатр «Россия», площадки перед МВД и главным управлением МЧС России по Мордовии. Теперь медицинский колледж на Степана Разина. Мобильный пункт вакцинации городской поликлиники номер 4 разъезжает по Саранску, чтобы желающие могли сделать прививку от коронавируса бесплатно и без очереди. В данный момент сейчас сидит у нас женщина. Она пришла у нас сделать прививку «Спутник ВИМ». У нее в наличии паспорт, страховой полис, снилась, отвечает на вопросы. Вопросы элементарные. Тут нужно нам заполнить, болел человек, перенес ковид, болел ковидом, не болел. И в последние 14 дней у него отмечалось повышение температуры ознов, боль, головная насморк, кашель, затрудненное дыхание. И, естественно, мы у каждого больного интересуемся, как он переносит лекарства, есть ли аллергическая реакция, какие хронические заболевания, значит, гипертония, сахарный диабет, хронический бронхит, онкологические заболевания. Подробный опрос пациентов необходим, чтобы исключить возможность сильных побочных эффектов после прививки. А еще обязательно экспресс-обследование температуры, давления, сатурация. Только после этого врач принимает решение ставить прививку или посоветовать, чтобы пришли в другой раз. Каждый случай индивидуальный, рассказывает Елена Николаевна. При наличии температуры мы можем отказывать, если низкая сатурация, и при наличии высокого давления. Ежедневно у нас в среднем получается где-то 40 человек на первую вакцинацию. По данным, на 11 часов 35 минут четверга мобильный пункт у медколледжа в Саранске посетили 14 человек. Все обратившиеся сделали прививки первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Рядом с домом, и я в обеденный перерыв добежала и вакцинировалась. Побудила меня, это у меня вся семья привелась, и чтобы обезопасить и себя, и детей, но решила привиться. Самое главное, чтобы ни в больницу никуда не ходить, я спокойненько подошла и все сделала. Не в очередях, опять же, не контактировала с лишними людьми. Как обычно, после прививки, после гриппа, точно такой же укол, ничего сверхъестественного. Побочные реакции, знаю, есть, потому что у пожилых их меньше, потому что родители меня перенесли, это все очень спокойно. Муж немножко поболел. Второй компонент вакцины Ирине Песковой сделают 7 июля. Идти в поликлинику номер 4 горожанке не придется. Мобильный пункт вакцинации вернется на Степана Разина. Если мы делаем первую вакцинацию, то через 21 день этот же передвижной пункт по вакцинации приезжает на это же место, где мы проводим вакцинацию. Потому что в основном у нас старое население в возрасте. Им очень тяжело в поликлинику, а здесь они потихонечку к нам приходят, мы им помогаем спуститься, подняться. Им очень это удобно. В пятницу привиться от коронавируса желающие смогут возле лампового завода с 9 утра до 11 часов, а также на улице Фурманово. Там передвижной мобильный пункт будет находиться с 11 до 14.00. Алена Маскалева, Андрей Просверкин. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин